Я вкратце делюсь с вами основаниями пророческого служения. Я хочу показать вам Ефесянам, глава 4, стих 11. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Без пророческого нет понимания, нет знания и мудрости. Когда они провозглашают что-то, меняются экономики. Я верю на 100%, что в этой церкви царит новая экономика. Эта пара пришла к нам в церковь. Дьявол пытался положить конец их потомству. Вот это да. Но Бог сказал «нет дьяволу». Пусть они расскажут нам. И что случилось? Мы три года пытались родить ребёнка. Когда твоя жена плачет, и ты не можешь помочь, ты как отец должен обеспечить свою семью. Но я не мог никак помочь ей, кроме молитвы. Мне было трудно. Я всегда хотел защищать жену и давать ей то, в чём она нуждалась. Но я знал, что у Бога был ответ для нас, и я обратился к Нему. Дьявол сказал, что у неё полипы в утробе, и что она не может зачать. Но Бог сказал «для меня нет ничего невозможного». Да, мои наставники молились за меня и за нас. Все молились за нас. Мы знали, что Бог сотворит чудо. Мы пошли в церковь, и пророчица провозгласила нам, что мы через год забеременеем. Я хочу поблагодарить всех докторов, которые говорили, что у нас не будет ребёнка, потому что Бог пришёл и сделал свою сверхъестественную работу в нас. В то время у нас были проблемы, мы плакали. Но я хочу поблагодарить пророков этого дома. Я хочу поблагодарить пророчицу Анну Мальдонадо за её служение за Скинию. Моя дочь здесь, потому что пророчица этого дома открыла нам чудеса и знамения. Если дьявол говорит вам, что что-то невозможно на этом месте, на этом месте с Богом всё возможно, приходите к жертвеннику, научитесь бороться за свою семью, используйте своё священство, приводите свою семью, и вы изменитесь. 2 марта, когда родилась моя дочь, я понял, что Бог отвечает на мои молитвы. Это было невероятно. Оно будет с нами навсегда. Я молюсь о том, чтобы вы пережили то же, что и мы. И о чём бы вы ни молились, знайте, что Бог может ответить на любую просьбу, даже ту, которая кажется вам невозможной. Я хочу, чтобы вы все пережили это. Пусть Бог благословит вас. Мы любим вас. Благословения вам. Это было удивительное свидетельство. Друзья, знаете ли вы о том, что корень всех проблем, обстоятельств и неурядиц в мире — это грех? Но знаете ли вы, что от греха есть лекарство? Иисус Христос заплатил на кресте цену за ваш и мой грех. Возможно, вы говорите, «Мне нужен Бог». Вы ощущаете пустоту, одиночество и не видите смысла в жизни. Вам кажется, нет смысла жить. Настало время отдать Ему свою жизнь. Вам не кажется. Вам просто надо доверить Ему свою жизнь. Вы спрашиваете, «Но что мне нужно сделать?» Библия говорит, что вы должны покаяться в своих грехах. Это значит, что вы даете Иисусу разрешение исцелить, простить и восстановить вашу жизнь. Друзья, если вы покаетесь в грехах, как когда-то это сделал я, грех — причина ваших проблем, вашего несчастья дома и в обществе. Но грех не имеет терпеть власти, потому что Иисус заплатил за него на кресте. Повторите эту молитву со мной. Если вы не принимали Иисуса как Спасителя, то повторите эту молитву со мной. Скажите, «Бог Отец, я каюсь в своих грехах. Я исповедую устами, что Иисус Христос — мой Господь и мой Спаситель. Иисус, приди сейчас в мое сердце. Аминь. Аминь». Пусть Бог благословит вас. Если вы повторите эту молитву, то позвоните нам. Люди в колл-центре ждут ваших звонков, чтобы помолиться за вашу нужду. Пусть Бог благословит вас. Эти люди обучены, чтобы открыть вам сверхъестественное. Если вы больны, проходите через кризис, то позвоните нам. Пусть Бог благословит вас. Вы можете следовать за мной в социальных сетях. Это поколение хочет не просто изучать его. Оно жаждет переживаний с Богом. Узнайте о семи уровнях пророчеств и признаках настоящего пророка. Одна из задач настоящего пророка и апостола состоит из трех вещей. Первое. Настраивать уши людей. Второе. Приводить людей к слышанию голоса Божьего. И третье. Открывать их глаза, чтобы они видели. За пожертвования в размере 50 долларов или больше вы получите сборник DVD, основание пророческого служения или его книгу «Божественная встреча с Духом Святым».